Теперь к широкой международной повестке переходим. Взаимоотношения России и Камбоджи и итоги Асиановской недели. Это серия совещаний и встреч под эгидой Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, которая прошла и где принимал участие глава российского МИДа Сергей Лавров. С нами на связи Анатолий Боровик, чрезвычайный и полномочный посол России в королевстве Камбоджа. Здравствуйте, Анатолий Васильевич. Добрый день. Добрый день. Анатолий Васильевич, вот какой главный акцент вы бы выделили по итогам встреч министров иностранных дел, стран-участниц Восточно-Азиатского саммита, который также прошел? В частности, Сергей Лавров сказал, что площадку Асиан штормит именно в такой формулировке. Что это значит и что говорят политические круги Камбоджи по поводу визита на Тайвань на Энспилоси? Какие еще моменты нестабильности в регионе отмечает Паномпень? Что нужно делать, чтобы их избежать? Что говорят? Мы действительно прошли очень такие масштабные и важные мероприятия не только для региона, но и в целом для международной повестки. В ходе визита в Нампень наш министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров принял участие в совещаниях руководителей внешнеполитических ведомств России Асиан, так называемая постминистерская конференция, в совещании министров иностранных дел Восточно-Азиатского саммита регионального форума Асиан по безопасности. На этих мероприятиях обсуждались актуальные вопросы практического сотрудничества в различных областях, в частности в политике, экономике, науке, технике, информационно-компьютерной технологии, борьбе с инфекционными заболеваниями. Волонтерская тема тоже была в фокусе внимания. Акцентированы и тенденции по формированию многополярного мира, основанного на принципах единой и неделимой безопасности. А также отмечена важность усилий по противодействию растущим рискам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Таким риском, как известно, относится проецирование Западом глобального продовольственного и энергетического кризиса. Не меньшее воздействие аксиано-центричного архитектурного сотрудничества оказывает шаги Соединенных Штатов и их сателлитов по созданию в этом регионе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, узкоблоковых структур, в том числе военно-политической направленности, например, известный АУКУС, продвижение через него интересов НАТО в этом регионе. Американцы стремятся формировать разделительные линии в рамках сообщества ассиан, создавая эксклюзивные форматы, которые дублируют функции уже существующих ассиано-центричных механизмов. Примером этого являются Индотихоокеанские экономические рамки, рекламированная инициатива Соединенных Штатов, которая, многие сходятся во мнении того, что является альтернативой всеобъемлющим региональным экономическим партнерствам. Показательно, что из стран десятки, из стран ассиан, в эти рамки оказались приглашены только семь стран. Что касается визита на НСП Лоси, на Тайвань, то этот провокационный визит спикера Палаты представителей Конгресса США тоже не остался незамеченным. Среди участников этих мероприятий, прежде всего членов Ассоциаций стран Юго-Азии, главы внешнеполитической десятки выступили с заявлением по поводу ситуации между сторонами Тайваньского пролива и поддержали принцип одного Китая. Что касается Камбоджи, то Камбоджа в целом разделяет общие заботчинности членов организации по поводу непростой ситуации, которая складывается в регионе. Россия же отстаивает укрепление центральной воли ассиан как важного фактора сохранения стабильности и мира в регионе. Мы выступаем за конструктивное сотрудничество по вопросам, вызывающим озабоченность всего регионального сообщества. Полагаем недопустимым переформатирование мандатов ассиановских площадок и попыток навязать блоковые правила игры в этом регионе. Анатолий Васильевич, не могу не спросить про пуговицу, ту самую, о которой столько писали международные СМИ. По словам Джона Кирби, Энтони Блинкен должен был, госсекретарь США, должен был поймать господина Лаврова, это их цитата, за пуговицу на полях ассиан и поговорить об обмене заключенными. В частности, Бритни Грайнер, осужденная в России за контрабанду наркотиков. Возможность подойти к Лаврову была, это, собственно, видно на видеокадрах и прочее, но Блинкен даже не смотрел в сторону Лаврова. Это тоже как бы видно в репортажах международных средств массовой информации. Почему не подошел? Как вы полагаете, почему это произошло? Насколько мне известно, я присутствовал на пресс-конференции министра для российских СМИ. Министр уже прокомментировал этот сюжет. Действительно, в ходе мероприятия в Ассо-100 госсекретарь Блинкен сидел за столом в дискуссии через одного от нашего министра. Ну, и я там тоже находился и вообще сопровождал министра по ходу всех мероприятий Ассиан. Но упомянутых Джоном Кирби действий Блинкен не предпринимал, видимо, но у него не было таких намерений. Если говорить непосредственно об отношениях России и Камбоджи, была встреча с премьер-министром Хунсеном, с министром иностранных дел, также была встреча. Что бы вы назвали главным результатом вот этих вот встреч, этих переговоров и какие аспекты двустороннего сотрудничества Москвы и Птампене вы бы назвали основными? Это экономика, это торговля. Что ключевое, по вашему мнению? Действительно, на мероприятии по линии Ассиан министр встретился с главой королевского правительства Хунсеном. Встреча была очень такой теплой и всеобъемлющей. Основательно обсуждали состояние перспективы развития двустороннего сотрудничества по широкому спектру направлений. Так, политика, торговля, безопасность, оборона, инвестиции, наука, техника, гуманитарная область. Состоялся откровенный обмен мнениями по ключевым вопросам региональной и глобальной повестки дня. Была подчеркнута необходимость выстраивания подлинной универсальной архитектуры равной безопасности, нацеленности, на кооперацию ради развития, а не на раскол мира по идеологическим линиям. В настоящее время, все это знают, королевство председательства России также является важным для нас страной координатором диалога по партнерству между Россией и Ассоциацией. В данном контексте был оцентирован настрой совместными усилиями раскрыть созидательный потенциал нашего сотрудничества с десяткой на основе доверия, равноправия и взаимной выгоды. Следует отметить, что премьер-министр поделился своими воспоминаниями о посещении нашей страны, кстати, в частности, о первом посещении нашей страны, и о том огромном содействии, которое Советский Союз в свое время оказал в восстановлении Камбоджи после освобождения от режима геноцида Красных Кмеров в 1979 году. В ходе контакта между Сергеем Викторовичем Лавровым и его камбоджийским визави, вице-премьером и Минэнгел Пракса Коном, были рассмотрены задачи наращивания российско-камбоджийских связей, представляющих взаимный интерес в практических областях. В фокусе была подготовка к очередному заседанию двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, намеченное направление дарнейшей координации усилий в рамках ООН и других международных организаций и форумов, в том числе и осяноцентрично. По итогам переговоров был подписан план консультации между внешнеполитическими ведомствами России и Камбоджи на период 2022-2024 годов и принято совместное заявление. Заявление стороны договорились способствовать дальнейшему развитию давних и проверенных временных дружеских связей и взаимной поддержки между Россией и Камбоджей, основываясь на основополагающие принципы и чаяния народов обеих стран. Хотел бы отметить, что в данном документе отфиксирован тезис о том, что наши страны могут уважать законные интересы друг друга как в рамках двусторонних отношений, так и на региональных и международных площадках. В частности, будем вместе поддерживать и наращивать политический диалог, регулярные контакты между правительствами, парламентами. На межрегиональном уровне будем развивать взаимодействия и обмены между политическими партиями. Намечено также расширение взаимовыгодного партнерства в сферах торговли, инвестиций, науки, технологии, образования и культуры, обороны, безопасности. Будем стремиться создавать благоприятные условия для деятельности организаций и компаний двух стран в различных сферах, которые представляют взаимный интерес. Вот, Анатолий Алексеевич, как раз-таки хотел вас спросить. Сергей Лавров помянул, говоря о взаимоотношениях России и Камбоджи, о том, что в том числе это космическая и военная сферы. И вопросы безопасности, как вы сказали. Вот, может быть, расшифровать, что это может означать? Россия действительно заинтересована в развитии сотрудничества с Камбоджей по широкому спектру направлений. Между нашими странами ведется активный политический, ну, как я уже сказал, межпартийный диалог. Осуществляются контакты по военной, по оборонной линии, в сфере безопасности и на гуманитарных направлениях. Космическая сфера все же более затрагивает в более широком контексте по линии России-Осиан в целом, а Камбоджа, в частности, как часть этой осяновской семьи. Со своей стороны, здесь, в Камбодже, мы работаем в целях расширения и делаем акцент на развитие торгово-экономических связей. К сожалению, российский бизнес пока не успел в полной мере для себя открыть Камбоджийский рынок. Вместе с тем, в последнее время мы наблюдаем возросший интерес наших коммерческих структур, введение бизнеса в этой стране. Мы, как посольство, делаем все возможное для установления взаимовыгодных контактов между предпринимателями. Анатолий Васильевич, а вот скажите, пожалуйста, про русофобию хочется спросить с точки зрения того, что как в Камбодже относятся к русофобии по отношению к россиянам, к западной, и, соответственно, к антироссийским санкциям, которых так много? Наши страны связывают традиционно дружественные отношения. Уже мы отметили в мае месяце 66-ю годовщину установления дипломатических отношений. Для наших отношений характерна тесная дружба, взаимопонимание и взаимная поддержка по многим вопросам. Как известно, Советский Союз активно помогал развитию Камбоджи еще в 1950-е, 60-е годы. К этому периоду относятся строительство в качестве дара правительству и народу королевства, в госпиталях мира, советской дружбы, также высшего технического института, который, кстати, продолжает успешно функционировать в Камбодже и по настоящее время. Наши специалисты помогали королевству в борьбе с пандемией и Оску в свое время. Примечательно, что в ходе визита министра камбоджийской стороны были переданы 500 тестовых систем для обнаружения обезьянь и Оску. Здесь помнят масштабное содействие нашей страны в деле восстановления Камбоджи после освобождения от режима геноцида Красных Миров в 1979 году. Как известно, мы также принимали активное участие в процессе достижения парижских мирных соглашений 1991 года по релегулированию длительного внутригражданского конфликта в Камбодже, а наши военные и гражданские специалисты в миротворческой деятельности Временного органа Организации Объединенных Наций Камбоджи в 1992-1993 годах. Кроме того, дружественным настроем местных властей и деловых кругов способствует то, что многие их представители, в том числе члены правительства, руководители министерств и ведомств, вооруженных сил, правоохранительных органов обучались в нашей стране и хорошо помнят воспоминания эти самые позитивные. А с 1980 года более 8 тысяч камбоджийцев обучались в советских и российских узах. На этом направлении продолжаем мы дальше работать, предоставляя камбоджийской стороне стипендии для обучения. Что касается западных санкций против России, то здесь в целом относится понимание непростой ситуации, в которой оказались одечественные предприниматели. При этом очевидно, что западники пытаются оказывать масштабное давление на королевство в попытках разрушить давние дружественные связи между нашими странами, но безуспешно. В Камбодже тоже хорошо помнят опыт такой и знакомый с санкциями коллективного Запада. Трана находилась в серьезной изоляции в 1980-е годы, получая содействие в основном от СССР и некоторых государств социалистического лагеря. Ну и сейчас в отношении к Номпине американцами и их союзниками введены определенные экономические и политические рестрилисты. Благодарю, Анатолий Васильевич, спасибо вам большое. На связи с нами был чрезвычайный и полномочный посол России в королевстве Камбоджа Анатолий Боровик. Говорили, в частности, о том, что Западу не удается изолировать Россию от мира, что показал, в частности, недавно прошедший саммит ОСЕАН.